Всех приветствую именем Ешуа Гамма-Шеха. В этой теме хочу поделиться таким моментом. После свидетельства Дианы из Мариуполя, она там упомянула, что они молились сестрами молитвой брани. И несколько людей задали вопрос, что это за молитва брани такая. Мы не слышали о такой. И я понимаю, что для кого-то это вопрос понятный, но какие-то моменты, возможно, и вы даже почерпнете для себя. Но для людей, которые вот услышались, заинтересовались, как мне научиться молитве брани, как мне молиться такой молитвой, что это за молитва, чем она отличается от других всяких молитв. Вот в этой теме я хочу коротко осветить этот вопрос. Молитва брани. Брань – это война. Наша брань против начальств, властей, мироправителей, тьмы и века сего против духов, злобы поднебесных. Ифсянов 6.12. И то есть в отличие от молитв, когда мы к Богу, то есть мы взываем к Богу, мы что-то просим. Есть молитвы прошения, молитвы благодарения, молитвы ходатайства, когда мы просим за кого-то. То молитва брани – это молитва против. То есть против чего-то, кого-то, вот против. Это молитва войны. И мы много находим такого и в Писании. Допустим, у пророка написано, что Исаия, что ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского. Ну чем не молитва брани? То есть были песни против врагов. У евреев есть псалма катары, то есть это такие проклятия, которые они поют, высвобождают в молитве, в пении против своих врагов. И они довольно в этом эффективны даже на сегодняшний день. Также молитва брани – это непосредственно взаимодействие с демоническими духами. Но взаимодействие не в смысле обняться и пообщаться, а в смысле противостояния и контакта. То есть когда идет ваш дух, пересекается с демоническим духом, и там решается – или вы ломаетесь, или ломается нечистый дух, и течение начинает двигаться по-другому. Но в этом видео я не буду, конечно же, учить о молитве брани, потому что это невозможно за один ролик и даже за одну библейскую школу научиться молитве брани. Поэтому нету такой молитвы, которую вы могли просто выучить и начать ею пользоваться. Для примера, чтобы было понятнее, я хочу привести вот к примеру. Если вы услышали музыкальную композицию, ну там какую-нибудь Пятую симфонию Бетховена, не знаю, может есть такая, или Вивальди времена года. То есть вот вам понравилось. И вы загораетесь и решаете – я хочу научиться играть, исполнять эту симфонию или вот эту композицию. То для того, чтобы научиться этому, вам прежде всего придется освоить азы музыки в целом. То есть все вот эти начальные уровни музыки, классы, музыкальную школу, музыкальные консерватории вам придется закончить перед тем, как вы сможете достаточно хорошо и правильно сыграть вот эти вот серьезные произведения. Молитва Брани – это посерьезнее, чем Пятая симфония Бетховена, посерьезнее любого самого виртуозного музыкального произведения, да и молитва в целом. И если музыке нужно посвятить годы перед тем, как вы сможете исполнять эти произведения, то молитве точно так же, любой молитве, не только Брани, нужно посвятить годы, годы жизни. Практика, 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 практика. Когда я учился играть на гитаре, то где-то примерно два или три года на электрогитаре я посвящал тому, что каждый день, два часа в день я занимался. Разные гаммы, арпеджио, упражнения, всякие вот пассажики. Занимаешься, 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 занимаешься. И, конечно, я очень слабо играю на гитаре, но чему-то научился благодаря этому посвящению. Если бы я взял два-три раза плинкнул и думал, что я уже как Давид, владея музыкальным инструментом, я бы очень сильно бы обжегся. Поэтому для того, чтобы научиться о молитве Брани, нужно в принципе начать понимать, что вообще происходит вокруг, как устроен духовный мир, как мы взаимодействуем с этим духовным миром, с ангелами, с демонами, с Духом Божьим, с нечистыми духами, чем отличаются бесы и демоны от духовных начальств и властей, от мироправителей, какая разница между всем этим. И пока этого вы не знаете, естественно, вы не сможете молиться эффективно молитвой Брани, в частности, и молиться вообще в целом. Диана, которая свидетельствовала, это уже духовный воин, с которым я с ней знаком, ну, больше пяти лет. Она с нами в Хаиле очень много лет, и у нее есть практика духовная. Поэтому, когда пришли тяжелые времена, она знала, как молиться и молилась, когда надо, в том числе молитвой Брани. Научить этому другого за одно видео, за один какой-то урок невозможно. Но ориентиры и, скажем так, направления дать можно. То есть, что нужно начинать понимать? Нужно начинать понимать духовный мир, его устройство, я это сказал. Принципы взаимодействия с духовным миром. На основе чего я могу одним повелеть уйти, а другим повелеть прийти. И в каком случае меня послушает, а в каком случае просто проигнорирует. Нужно понимать принципы взаимодействия с ангелами, с духами, с духовным миром. Уставы духовного мира, духовные протоколы. Потому что в духовном мире, как и в мире большой политики, то есть большой власти, есть протоколы. И, вы знаете, есть такие разборки, ну там два алкаша за гаражами бьют друг друга. То есть, там конфликт, там решаются вопросы. И один кричит, да ты козел, а другой, да ты сам козел. И вступают в брань, только не духовную. Вот уровень духовной войны с бесами, это вот похож вот этой уличной драки. Где ты, эй, ты иди сюда, на. Но уровень начальства властей, и опять же, я все очень сильно сжимаю, потому что там достаточно много всяких градаций. То есть, вы никогда не увидите, что один политик обзывает другого. Или одна делегация, допустим, делегация одной страны, а там делегация другой страны. И в них кидают бутылки или матюками кроют. Нет. Как происходит в большой политике все. Еще, допустим, одна страна выражает ноту протеста другой. Всего лишь ноту протеста. Люди респектабельные в костюмах. И вот какой-то документ, протокол, есть протокол. И вот по этому протоколу одна страна выразила всего лишь ноту протеста другой. И это за собой повлекло то, что обрушается фондовый рынок. Падают курсы валют. Закрываются бизнеса. Тысячи людей теряют работы и средства к существованию. Приходит кризис. Может даже начаться война, где будут реально гибнуть люди. А это всего лишь соблюдение протокола политического и нота протеста. Так вот, весь мир следит не за драками алкашей за гаражами. Весь мир следит за реакцией власть имеющих, влиятельных держав. И то, что делают их делегации на тех или иных вот этих советах и заседаниях. Поэтому нужно понимать, что есть духовные протоколы. Есть чины. Нужно понимать духовные чины. И вы конечно можете, ну для кого это не интересно сказать. У нас вся власть наступает на всю силу вражью. Что вы там чешете про какие-то чины? Я выкладывал как-то видео Верона Аша, где он об этом учит. И там братья харизматы писали. Да что он гонит? Да у нас вся власть. Да я самого дьявола могу связать. Вы знаете, всегда говорю в таких случаях. Действуй, маня. То есть действуй. Если у тебя это работает и получается замечательно, шикарно. Продолжай делать то, что делаешь. Но по моему опыту я вижу, что как правило все эти связывания, все эти провозглашения и громкие заявления в духовный мир не трогают духовный мир абсолютно. Потому что люди бесчинные. Они не понимают чинов. Они не понимают, как действует власть, какая есть иерархия. И для чего нам в Ефесянам Павел перечисляет эту иерархию. А не просто сказал, наша брань не против плоти крови, а против дьявола. Ну все и ясно. Зачем он эти все перечислил, эти архоны и так далее, которые там находятся. Надо понимать ранги духов. Надо понимать свой ранг, свой чин, свое положение. И то, с кем ты можешь вступать в брань, а с кем лучше тебе не лезть. Потому что в лучшем случае бесполезно, а в худшем ты будешь страдать из-за этого. Из-за того, что ты залез туда, где тебя вынесут с одного слова. Ну расскажу такой вот пример, когда я уже как-то делился давненько. Одна сестра из нашей церкви, когда Анатолий Кашпировский приехал в Симферополе, проводил свои сеансы, она пошла с другими верующими, с другой церкви, тоже харизматические такие. Отговаривать людей стояли у входа и говорили об Иисусе и отговаривали их идти к Кашпировскому. И Кашпировскому донесли, эта сестра говорит, когда он вышел туда ко входу, чтобы посмотреть, кто это там людей отваживает. И он говорит, он посмотрел на нас и что-то там, ну или сказал, вы кто такие? И там был такой дух, он говорит, что мы замолчали, как просто чук и присели. То есть его ранг, его уровень духа нечистого, в котором двигается он, оказался выше того, что было у этих девушек, сестер молодых, которые пришли благовествовать туда. Это надо понимать, в духовном мире есть чинные ранги. Духовный мир это не мир анархии, это не мир, где алкаши за гаражами выясняют, кто сильней. Это мир политики, духовной политики, духовных протоколов, законов, уставов, порядков. И для того, чтобы это все овладеть и познать, и знать, как с этим взаимодействовать, нужна жизнь, даже не годы, а жизнь. И практика, практика, практика. Мы набили кучу шишек, мы наломали кучу дров, пока учили всему этому. И никто из вас не избегнет этого, и будет это, и не пропустите все свои ошибки, но пусть их будет как можно меньше, и как можно быстрее мудрость будет приходить. Вот такое вот. Поэтому молитва брания, это не то, чему можно научиться за одно видео или за одну книжку или школу. Это в целом продукт понимания происходящего в духовном мире. Продукт познания устройства всего. И когда вы понимаете это, вам дается власть с этим взаимодействовать. Пока для вас небо это какие-то облачка, бог это какой-то мужик в белом халате, сидящий на облаке, дьявол это черт с вилами и с рогами и с хвостом волосатый бегает, то, естественно, у вас никогда не будет власти в духовном мире, чтобы влиять на него. Это уровень такого младенчества. Но когда вы растете, вы понимаете, куда вам лезть, а куда лучше не лезть. Где у вас есть власть что-то высвободить и утвердить, где-то даже проклясть, а где это просто не по зубам вам. И лучше, конечно, начать не с молитвы брания, а с познания устройства всего, как все устроил Господь. Вот такое вот послание. Надеюсь, какие-то импульсы, ну какой-то толчок вы получили, чтобы копать, изучать, погружаться. В качестве бонуса я постараюсь не забыть разместить в этом видео ссылку на плейлист школы духовной войны, которая была в Стерлитамаке несколько лет назад. И там, по-моему, 12 или 13 уроков, где мы глубоко проходили, просматривали все вот эти вещи, наработанные за годы, которые Бог давал нам здесь, в Крыму, практически познавать. Я оставлю ссылочку, можете, если действительно вам это интересно, пройти, пройти эту школу заочно, прослушать, что-то для себя, безусловно, почерпнете, а что-то просто мимо пройдет. Всем вам шалом и идем дальше.